Добрый день, коллеги! Вы на канале компании Медлига. Я Михаил Селефанов – клинический специалист компании. Сегодняшнее видео мы посвятим монитору пациента для отделения реанимации интенсивной терапии и проведем обзор системы мониторинга физиологических показателей Миндрей EPM12. В данном видео мы разберем определение монитора пациента для ОРИД, для чего и для кого приобретают мониторы пациента. Остановимся на линейке EPM мониторов. Узнаем, что может мониторировать эта линейка. Разберем программные новинки мониторов. Также выясним ключевые преимущества данного монитора. То есть все важное, что нужно знать об этом мониторе, будет в этом видео. Не переключайтесь и досмотрите ролик до конца. Определение монитора пациента для ОРИД. Итак, монитор пациента – это устройство непрерывной регистрации определенных функций организма путем регистрации различными каналами измерения и отображением данных показателей в наглядном виде на дисплее монитора. Это могут быть как цифровые значения, так и кривые или графики. В современных мониторах все показатели фиксируются в памяти прибора в так называемых трендах и могут передаваться по проводной и беспроводной связи на центральную мониторную станцию. В мониторах последнего поколения все чаще встречаются различные интеллектуальные программы помощи персоналу, например, наглядные пособия или справка, как установить тот или иной датчик, а также продвинутые программы помощи в принятии клинических решений. Данные программные продукты позволяют персоналу быстро проанализировать массу различных связанных между собой показателей и предложить определенный алгоритм действий, основанный на международных стандартах, протоколах оказания помощи или шкал тяжести состояния. Тем самым врач освобождает время на анализ цифр и мгновенно получает наглядную визуальную картинку. Совет или рекомендацию, как изменяется состояние пациента или что требуется сделать или предпринять. Для чего и для кого приобретают мониторы пациента? Основной и самый массовый потребитель мониторов пациента это отделение реанимации интенсивной терапии, ОРИД, палаты интенсивной терапии или ПИТЫ, операционные отделения, это вся хирургия, акушерство, гинекология, травматология, ортопедия, онкология, лор-отделения, офтальмология и другие отделения с оперативной активностью. Это отделение с постами наблюдения общего терапевтического профиля, неврологии, приемные отделения. Также монитор пациента вы всегда найдете в машинах скорой медицинской помощи, ренемобилях, санавиации и также в паллиативных отделениях. И конечно, вне зависимости от возраста монитор пациента позволяет работать с любыми пациентами, от пациентов с экстремально низкой массой тела, глубоко недоношенных новорожденных, до гериатрических отделений. Монитор пациента входит в большинство стандартов оснащения хирургических отделений, педиатрии, новорожденных, службы скорой медицинской помощи, оснащение первичного медицинского звена и конечно всех уровней отделений анестезиологии и реанимации взрослых и детей. Мониторы пациента приобретают как государственные лечебные учреждения, так и частные медицинские центры. На экране вы видите ссылки на некоторые из них. Сегодня мы хотим вам представить новейшую и самую ходовую линейку мониторов Миндрей EPM. Мониторы относятся к базовым мониторам с классическим реанимационным набором функций, а также в модульной версии к анестезиологическим мониторам среднего класса. Аналоги мониторов EPM у General Electric это линейка мониторов B105, 125, 155, Philips это и Fischer SM 100, 120, 150, у Draeger с большой натяжкой Vista 120 и 120S, у них Encoden это мониторы серии WISMA PWM 2747 серий и BSM 35 и 37 серий. Что значит буква E в названии EPM? Evolution of Simplicity – эволюция простоты. Это новейшая платиновая платформа, основанная на последних разработках в области мониторинга пациента. Данная линейка, являясь по сути базовой реанимационной и анестезиологической, включила в себя множество инноваций, которые есть даже в премиальной линейке мониторов серии Benevision N серия. Итак, поговорим коротко о форм-факторе мониторов. Два вида корпуса мониторов и три размера диагонали. EPM 10, EPM 12 и 15 дюймов приконфигурированные, они же еще называются моноблочные. И EPM 10M и 12M – модульные, комбинированные, где часть параметров преконфигурирована на заводе, а часть можно потом добавить. Дисплей сенсорный, емкостный. Опция автоматической регулировки яркости в зависимости от освещенности. Наклон дисплея на 10 градусов улучшает обзор, и смещенный центр тяжести отвечает за улучшенную устойчивость монитора от опрокидывания при случайных толчках. Посмотрите на угол наклона у мониторов EPM и N-серии для сравнения. Разрешение матрицы выше, чем у некоторых айфонов. Контрастность обеспечивает четкую картинку с угла до 170 градусов. Передняя панель. Снизу мягкие сенсорные кнопки. Включение, отключение тревоги, пауза тревог, печать и ручной запуск измерения неинвазивного давления. Все углы мониторов сглажены. Бесшовная технология сборки дисплея и корпуса по кругу 360 градусов позволит поддерживать наивысшие стандарты обработки оборудования дисрастворами. Дисплей легко блокируется одной сенсорной кнопкой, как у смартфона. Вид сзади. Встроенная в корпус ручка для переноски монитора. Удобный захват для пальцев вместо выдвижной устаревшей ручки позволяет также соблюдать санитарные нормы и обработки и исключает дополнительные углы и швы. Интерфейсная плата позволяет широко использовать возможности коммуникации монитора с внешними устройствами. Заземление, сетевой интерфейс для LAN RG45, Wi-Fi, соединение с центральной станцией, порты WGA, USB и многофункциональный порт DESAP для выхода сигнала ЭКГ, инвазивного давления, синхронизации с дефибулятором и вызовом медсестры. Встроенный термопринтер расположен сбоку. Опция, как у всех подобных мониторов. Здесь же место для батарей. Опционально до двух батарей. Вид слева. Тут есть варианты в зависимости от наполнения и вида монитора. Базовые коннекторы на пять параметров. ЭКГ, давление, сатурация, два порта температуры есть всегда. Два канала инвазивного давления и порт сердечного выброса. Это опционально. Можно заказать сразу на заводе, либо модульные в версиях 10M, 12M добавить позже, как модульное исполнение. Капнография. Три варианта технологии. Боковой поток, прямой или основной и микропоток. Встраивается на заводе, либо как опция может поставляться позже в модульном варианте в виде однослотового модуля, как это показано в EPM 12M. Модульные варианты исполнения мониторов 10M и 12M позволяют добавлять через складной модульный отсек на два слота следующие модули. Двуслотовые. Мультигазовый модуль с парамагнитным датчиком кислорода или без него. Мультигазовый модуль с парамагнитным датчиком кислорода и БИС-модулем. Однослотовые модули. БИС-модуль. Дополнительные два канала инвазивного давления, всего до четырех. Модуль сердечного выброса методом термодилюции. И три варианта модуля капнографии. Замечательная особенность всех этих модулей в том, что они взаимозаменяемы друг с другом и мониторами серии Benevision N-серии Миндрей, наркозными машинами ВАТА ИХ-3565 и А-серии, и также с аппаратами ИВЛ СВ-600-800. На примере модуля мультигазового анализа мы видим легкость использования модуля как в мониторах, так и в наркозном аппарате. Просто возьмите данный модуль пустующего сейчас рабочего места и переставьте его в свой монитор или в наркозную станцию. Таким образом, можно гибко сконфигурировать базовый монитор на пять параметров, также заранее запланировать расширение монитора на другие кардиологические функции или аностологический мониторинг. Крепления для мониторов EPM есть самые разнообразные. От мобильной тележки, крючков на спинку кровати или струбцины на стойку для стандартных поворотных кронштейнов на стену, наркозный аппарат или консоль. Решение для скорой помощи. Монитор EPM10 имеет транспортный сертификат EN1789. Только для модели EPM10 есть опция док-станции со специальным креплением для машины скорой помощи. Устойчивость к ударам подтверждена сертификатами, выдерживает падение с высоты до 0,7 метра. Возможности коммуникации мониторов EPM. Объединение в центральную станцию Benevision, которая совместима с мониторами более старшей N-серии, в отличие от большинства мониторов-конкурентов. Через которую, опять же, возможно передача информации в госпитальную информационную систему, на мобильные устройства, сотовые или планшеты. Уникальная возможность мешкоечного мониторинга, или как ее называют, интербет, позволяет просматривать до 12 других мониторов, соединенных простой сеткой, даже без центральной станции. В окне будут видны все тревоги с другого монитора и основные показатели. Согласитесь, очень удобное и экономичное решение, если у вас нет центральной станции. Все, что вам нужно, это компьютерный хаб и витая пара шнур. Батарея. Тут Миндрей опять пошел вперед. Новые емкие литиевые батареи позволяют работать до 6 часов без сетевого питания. А если вы выберете опциональную умную смарт-батарею и установите их сразу две, например, в EPM15, такой большой монитор 15 дюймов будет работать автономно более 9 часов. У основных конкурентов батареи хватает всего лишь на 6 часов. Память или сохранение информации. Варианты карт памяти тоже позволяют расширить сохранение в трендах, включая сигналы тревоги по параметрам и непрерывных кривых до двух суток со всех каналов измерения. Каналы измерения. Что может мониторировать монитор EPM? Начнем с простого и понятного всем. ЭКГ. ЭКГ 3, 5, 12 отведений. Тут также есть опция электрокардиографа с программой интерпретации ЭКГ-попкоя в 12 отведениях и распечаткой заключения, как в обычной ЭКГ-машине. Алгоритм обработки ЭКГ тут от известного университета Глазго. Заключение можно тут же распечатать на встроенном или на внешнем принтере. Даже без программы анализа Глазго у вас всегда есть опция суточный анализ ЭКГ с выдачей заключения, встроенный анализ аритмии, диаграммы или анализ СТ-сегмента, анализ сегмента КУТ. Кабели ЭКГ на выбор на 3, 5 или 10 проводов с креплениями клипса или кнопка. И да, не забываем выбрать специальный кабель ЭКГ с защитой от электрохирургического инструмента для работы в операционной. Тут же, как и во всех каналах, есть справка для медсестер, как работать с принадлежностями. Согласитесь, хорошая помощь для новеньких сестер. Дыхание импедансным методом. Тут все просто, вам нужен только ЭКГ-кабель. Также альтернативная частота дыхания у вас может доступна быть при выборе модуля капнометрии или мультигаза. Тут уже у вас будет выбор, по какому каналу следить за частотой дыхания. Пульсоксиметрия или сатурация и частота пульса. Тут Миндрей может предложить надежный вариант своей технологии от Миндрей или адептам американской технологии Нелкор. В неонтологии часто предпочитают именно технологию Нелкор или Массимо. К сожалению, по юридическим коллизиям между компаниями Массимо и Миндрей, последний не может пока предложить нам технологию пульсоксиметрии от Массимо. Неизвестный Массимо Сет, неизвестный Массимо Рейнбол. Остается только развести руками. Увы, ждем. Тем не менее, очень широкая линейка датчиков, многоразовых, одноразовых, для любого веса пациента и место крепления позволяет работать с любыми весами новорожденных, детьми и взрослыми. Неинвазивное артериальное давление, не ад. Тут все как у всех. Все варианты манжет для любого возраста и веса. Тут уже предустановлено уникальное клиническое приложение «Суточный анализ НИАД» или «Холтер». Можно проанализировать, как изменялось артериальное давление в течение суток, получить заключение со спечаткой на принтере. Температура. Два канала есть всегда. Многоразовые и одноразовые датчики температуры. Стандартно, как у всех аналогов. Но и не забываем, что у вас будет еще третий канал центральной температуры, если работает канал сердечного выброса. Инвазивное артериальное давление или ИАД. Вроде бы банальный реанимационный канал, но посмотрите, сколько всего можно получить. Опционально можно встроить два канала в сам монитор и дополнительно расширить до четырех каналов ИАД в моделях 10 и 12 за счет дополнительного однослотового модуля. В канале инвазивно-артериального давления есть замечательная функция наложения двух кривых ИАД. Вспоминаем работу гемодинамики при пороках сердца. А также очень важный показатель вариабельность пульсовой волны ИАД. Это важно для оценки волюметрического статуса. Измерение ДЗЛА, давление заклинивания легочной артерии. Есть отдельное окно, тут все ясно и понятно. Еще фишка. Также к модулю ИАД можно подключить внешний монитор внутри черепного давления, монитор камина. Из большого набора меток для канала ИАД есть даже метка и расчет церебрального перфузионного давления. Из расходных материалов для инвазивного артериального давления вы можете выбрать наборы из прайса производства ICU Medical или Backton Dickinson. Также можно заказать себе кабель под расходку B-Brown. Сердечный выброс методом термодилюции. Канал опциональный, можно встроить сразу на заводе, либо докупить позже однослотовым модулем в мониторах моделей EPM 10M и 12M. Расходные материалы тут стандартные, под катетер с фанганца с инлайн-сенсором. Не забываем, что для полного расчета центральной гиподинамики вам потребуется как минимум два канала инвазивного давления. Это измерение артериального давления и ЦВД или ДЗЛК. Поэтому не забывайте заказать нужную расходку. Посмотрим, что же тут есть. Классическое отображение измерений, усреднение значений и расчета центральной гемодинамики. Тут есть справочные диапазоны нормальных значений. Капнография и капнометрия. Тут у вас есть варианты выбора технологий. Встроенный канал на заводе или внешний модуль СО2, взаимозаменяемый с другими мониторами, наркозными машинами и ИВЛ. Выбор по технологии. Стандартный боковой поток с влагосборниками для взрослых и новорожденных. Влагосборники многоразовые. Их можно использовать до одного месяца, а порой дольше. Технология тут шведская Артема. Можно измерять капнографию как у интубированных, так и не интубированных пациентов через назальные конюли. Прямой или основной поток. Чаще используют в палатах интенсивной терапии и реанимации. Технология здесь от Респироникс. Расходные материалы многоразовые и одноразовые адаптеры для взрослых и новорожденных. Временно в Россию не поставляется, но по-прежнему работает в мониторах ИПМ модуль микропотока от Oridian. Эту технологию особенно ценят неонатологи. Очень дорогая расходка, но зато большой каталог для всех видов применения и возрастов пациента. Обращайтесь к специалистам Медлиги и мы поможем вам с выбором технологий капнографии и подберем вам правильные расходные материалы к нужной технологии. Перейдем к расширенным каналам. Мультигазовый или как его еще называют анализ инкляционных анестетиков. Модуль двухслотовый и доступен только в моделях EPM 10M и 12M. Тут есть варианты исполнения. Мультигазовый модуль с и без парамагнитного датчика кислорода, комбинированный модуль мультигаз плюс БИС технология или глубины седации. Расходные материалы тут аналогичны капнографии в боковом потоке и взаимозаменяемые во всех мониторах НДА и ИВЛ. Модуль глубины седации или анестезии БИСХ модуль. Модуль однослотовый и доступен только в моделях 10M и 12M или в двухслотовом комбинированном мультигазовом модуле. Преобразователь и пять одноразовых взрослых датчиков идут в стартовом комплекте. Вы можете использовать расширенные возможности БИСХ модуля с использованием билатеральных датчиков БИСХ4. Мы расскажем об этом модуле подробнее в следующем видео. Перейдем к управлению монитором. Тут больше всего приятного. Включаем заставка. Одним из ключевых преимуществ данной линейки мониторов является емкостный тачскрин экран. Благодаря этой технологии управлять монитором и его функциями становится намного понятней и приятней. Это по сути просто большой медицинский продвинутый планшет. Вам становятся доступны жесты, скроллинг, смахивание, протягивание. Вот лишь несколько примеров. Блокировка экрана одной кнопкой. Так же как в смартфоне. Удерживаем кнопку главное меню и смахиваем влево. Выписка пациента. Одним смахиванием или свайпом сверху вниз. Так же как в смартфоне. Еще есть вариант поставить мониторинг на ожидание, пока пациент, к примеру, на КТ, МРТ или в операционной. Смена вариантов главного экрана одним движением. Посмотрите на эту красоту. Вы можете настроить экран под себя. 9 видов основного экрана. Первый. Стандартный экран. Второй. Крупные цифры. Мини-тренды. Оксикарьерспрограмма. Целевое значение. ДЗЛА. Экран центральной гибодинамики при контроле с катетером Сванганца. Дистанционный просмотр. Просмотр других мониторов, объединенных в одну сетку. Встроенные устройства. Просмотр внешних устройств, таких как ИВЛ, наркозный аппарат, инфузионная техника. ИВС. Шкала раннего предупреждения. Этот экран также можно настроить по своему усмотрению. Поддержка трех протоколов ИВС и выбор между шкалами NEOS, MEOS и также кастомизированный вариант. Вы можете сконфигурировать каждую область экрана, строки и цифровые области слева и внизу. Можете задать цвет кривых и цифр. Настроить и задать ночной режим. Можно настроить длительность блокировки экрана. Яркость дисплея при работе от сети и от батареи. Немного подробнее о настройках некоторых видов экрана. Можно сконфигурировать отдельно. Экран крупных цифр. Указать в каждом сегменте нужный параметр. Под себя. Например, вывести крупно таймер. Экран целевые значения. Тут можно установить целевое значение, которое будет отображаться в виде дуговой диаграммы. Часто он используется в неонатологии, где можно задавать диаграмму по сатурации. Рядом будут показатели статистики по времени нахождения в каждом сегменте по сатурации. Также тренды основных показателей и крупными цифрами SPO2, частота пульса и индекс пульса. Панель или экран мини-трендов. Уникальное решение. Такого нет ни у одного из конкурентов. Быстрый доступ к трендам, событий пациента. Быстрый доступ из экрана мини-трендов к развернутым графическим трендам. Просто смахните вправо. Что мы тут можем увидеть? Красным и желтым цветом будут выделены клинически значимые интервалы, выходящие за границы тревог. Компактно отражена статистика тревог и время, а также параметры тревог с установленными границами. Экран оксикардиосперограммы по сравнению со всеми конкурентами стал самым изящным и понятным. Тут можно увидеть тренды по основным трем кривым. ЧСС, сатурация, частота дыхания. Рядом окно эпизодов ABD, апноэ, пардикардия, десатурация. Это очень удобное окно. Все в одном месте. Цветом выделен показатель, вышедший за пределы первым. Основной экран. Удобное решение для медсестер. Все в одном взгляде. Цифры, кривые и тренды неинвазивного артериального давления. Клавиши быстрого доступа. Меню здесь плоская. Это доступ к любой функции или настройке. Максимум два шага. Два ряда кнопок быстрого доступа. Внизу дисплея есть две строки. Текущая и клавиша еще. Расширенные кнопки. Можно настроить кнопки, какие будут у вас на виду, а какие скрыть совсем. Выбор кнопок тут поистине огромный, поэтому можно настроить экран по любому сценарию. Для ненатологии, операционной, кардиопит и прочее. Профиль, кстати, можно сохранить и потом активировать данную конфигурацию из памяти прибора или перенести через USB на соседний монитор. Какие интересные настройки тут еще есть. Настройки тревог. Наглядно, разными цветами, согласно присвоенной вами степени приоритета. Можно активировать или выключить отдельные тревоги по видам аритмии. Также наглядно посмотреть на графическом отображении соотношения тревог. Задать активность тревог и яркость, громкость тревог в ночном режиме. Активировать автоматическую подстройку тревог одной кнопкой. Режим интубации. Можно очень гибко настроить тревоги. При активации этой кнопки ненужные тревоги будут отключены на то время, которое вам нужно для интубации. Вы всегда можете отключить определенные параметры. В таком случае у вас не будет тревог по ним. Например, нет кабеля ЭКГ или датчика СПО2. И еще классная вещь. Запатентованная технология мониторов Midray. Это новая функция CrossFusion. Что же она дает? Сочетанный анализ канала ЭКГ и сатурации. Анализ качества обоих сигналов. Отсеивание недостоверных и ненадежных сигналов приводит к уменьшению количества ложных тревог по летальным аритмиям на 65%, по нелетальным на 50%. А точность измерения ЧСС и пульса увеличивается на 30%. Тут же при включении этой функции есть наглядное пособие и пояснение, как и когда лучше его использовать. Окно просмотра. Что тут есть? Стандартные табличные графические тренды. Окно событий. Каждой тревоги мы можем просмотреть, что происходило по другим параметрам. Полная развертка кривых ЭКГ, где можно увеличить любой эпизод и просмотреть его под лупой. Статистика аритмии. Если у вас проводится анализ 12-канальной ЭКГ, то также есть отдельное окно анализа. Окно динамики СТ-сегмента. Таймер. Таймер можно вывести на основной дисплей, либо оставить в кнопках быстрого доступа. Эта функция вам может пригодиться как во время анестезии, так и во время определенных процедур или сердечно-легочной реанимации. Какие еще интересные решения паниторах? Патентованная система Алярам Сайт. При появлении тревоги появляются подсказки персоналу, в каком канале тревога и какая причина вероятна. Просто нажмите на иконку или надпись тревоги и всплывет окно помощи. Например, при отсоединении датчика или электродов можно посмотреть причину и совет, что нужно проверить. Или еще интересная функция. Помощь медсестре в наложении электродов или датчиков. В любом канале измерения есть справочная система с наглядными картинками и пояснениями. Гид или пособие. Например, как наложить ЭКГ кабель электроды на 3, 5 или 12 введений. Или правильно наложить манжету НИАД. Или датчик СПО-2. Особенно эти подсказки круто и крайне полезно выглядят в каналах измерения инвазивного давления, BIS-X и капнометрии или мультигаза. И вот мы, наконец, плавно добрались к наиболее значимым отличиям мониторов EPM от всех своих одноклассников от General Electric, Philips и Linehan Kodan. Речь пойдет о клинических приложениях, так называемых CAA, Clinical Assistive Application. Иногда их еще называют Clinical Decision Support Tools, так называемая помощь в принятии клинических решений. Первыми исторически в этом были Philips'ы, когда они имплементировали клиническое приложение по сепсису в свою топовую линейку MX Interleview. Понемногу появлялись попытки у General Electric, но дальше всех пошел Миндрей. Такого количества клинических приложений на данный момент нет ни у кого на рынке. Топовые клинические приложения есть в премиум линейке N-серии Benivision. В базовых, в самом большом количестве, есть они уже и в EPM. О них мы как раз сейчас и поговорим. Какие же клинические помощники есть в таких, вроде бы с виду, базовых мониторах? Шкалы экспресс-оценки тяжести состояния. Их тут уже две. Шкала ЕВС и шкала Комглазга. Шкала раннего оповещения ЕВС. Основанная на обработке нескольких параметров и градации их по бальной суммарной системе. Широко применяется примет сортировки пациентов при массовом поступлении, приемных отделениях и отделениях с постоянным постом среднего медперсонала. Суммарная оценка выражается в бальном цветном кружке, видимым издалека, и при отрицательной динамике дает медсестре строгий алгоритм, что делать. Рассмотрим его поближе. Что мы видим? Клинические рекомендации при данном показателе, что и как часто проверять, кого звать и прочее. Индикатор в баллах, показатели, которые берутся с монитора, ЧСС, сатурация, инвазивное давление, частота дыхания, температура. Ручной персонал вводит, проводится ли кислородная поддержка и уровень сознания. Тут же есть вариант шкал, и шкалу можно подстроить под себя. Красивая игрушка. Немного пока не для России, но для скорого будущего уже все готово. Шкала Комглазга. Оценка степени угнетения сознания. Все врачи ее знают и стандартно используют для скрининга и оценки динамики неврологического пациента. Стандартные ответы на вопросы и получаем итоговую оценку по шкале в баллах. Можем вывести на основной экран. Все по делу, кратко и понятно. Оценят в серии нематологи и неврологи. Далее посмотрим на приложение для оценки гемодинамики. Кроме стандартных анализа ритми, интервалов КУТЭ и СТ, интерпретации по глазу 12-канальной ЭКГ покоя у нас есть. Суточный холтер по ЭКГ и суточный анализ неинвазивного артериального давления. И помощь в диагностике топики и ишемии миокарда СТ, диаграмма или график. Итак, посмотри подробнее. Суточный анализ ЭКГ. Классическая программа, похожая на холтер, с заключением по всем событиям в течение последних 24 часов ЭКГ-мониторинга. Отчет можно запомнить и распечатать на принтере. Суточный анализ неад давления. Классический анализ артериального давления с разбивкой дневное, ночное время, пики, максимальные значения и прочее. Отчет можно запомнить и распечатать также на принтере. СТ-график. Классическая круговая диаграмма сегмента СТ по 12 отведениям. Разбивается по топике стенок миокарда. Наглядно в цветовой кодировкой отклонения динамики. Столбиковая диаграмма показывает динамику в абсолютном отклонении от изолинии. Передняя, боковая и задняя стенка. Помогает персоналу четко отследить динамику ишемии по коронарным артериям и стенкам миокарда. Ну и, наконец, решение для помощи и работы в неонатологии. Два окна, которые обладают уникальными доработками в данном мониторе Мендрея. Одно окно оксикардиораспирограмма и второе окно целевых значений или СПО-2 тренд. Окно оксикардиораспирограммы. Как уже говорилось ранее, окно активируется в профиле пациента, неонатальный. Новый дизайн и компоновка окна выгодно отличают его от всех конкурентов на рынке. Подробные записи позволяют персоналу быстро понять причину апноэ. Окно целевых значений или СПО-2 тренд можно настроить по потребности мониторинга недоношенных пациентов, профилактики как гипоксии, так и гипероксии и как следствие повышенного риска ретинопатии. Суточный график СПО-2 наглядно показывает адекватность респираторной и кислородной поддержки. Круговая диаграмма также настраивается. Границы целевого сегмента подстраиваются под каждого пациента. Уникальное решение. Лично мне оно очень понравилось. В дополнение хочу сказать, что целевой график можно настроить под любой показатель, а не только под СПО-2. Можете ему присвоить значение ВЧД для неврологии, нейрохирургии или, к примеру, сердечный выброс или артериальное давление для шоковых больных и прочее. Конечно, как и во многих мониторах такого уровня, здесь есть различные калькуляторы, которые позволяют врачу быстро посчитать и оценить такие системы, как центральную гемодинамику, оксигенация и транспорт кислорода, вентиляцию легких, почную функцию и даже рассчитать дозировку и скорость инфузии, если ваши насосы не обладают такими функциями. В целом мы посмотрели лишь некоторые, но далеко не все интересные решения мониторов EPM. Как мы убедились, мониторы серии EPM шагнули далеко вперед в сегменте базовых устройств и по программным решениям во многом превосходят даже премиальные решения некоторых конкурентов. Они отлично подходят в качестве базового монитора и во взрослую реанимацию и в неонатальную RIT, а также с дополнительными модулями эти мониторы закроют практически все потребности анестетологического мониторинга и специализированных PIT, таких как нейро- и кардиореанимация. В следующем обзоре мы с вами посмотрим мониторы Mindray Benivision N-серии, узнаем, как можно скомбинировать эти две линейки EPM и N-серию и как все объединить в одну центральную станцию. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Коллеги, делитесь роликом и также пишите ваши вопросы по оборудованию в комментариях. Нам важно знать ваше мнение. По вопросам поставки и оснащения оборудования вы можете обратиться к специалистам Медлига. Контакты в описании. До встречи в следующих видео, коллеги!